Здравствуйте! Сегодня я, возняк Екатерина Рюриковна, декан архитектурного факультета Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета, представляю вам Александра Валентиновича Пономарева, преподавателя кафедры истории и теории архитектуры. Александр Валентинович – выпускник ЛИСИ 1984 года выпуска. После окончания института он работал в ЛНИИ проекте в должности главного архитектора проекта. С 1993 по 1998 год был районным архитектором Василиостровского района нашего города. С 1998 года он является директором и главным архитектором архитектурно-строительной фирмы «Арби». Я хотела бы показать проекты и здания, построенные Александром Валентиновичем. Для архитектурного факультета важно, что его преподавателем являются действующие архитекторы, которые много проектировали и много построили. Перед вами автосалон, построенный в Невском районе. Бизнес-центр на Софийской улице. Гостиничный комплекс в Калининском районе. Мини-отель. Проект бизнес-центра в Петербурге. Реконструкция производственно-складского комплекса в Приморском районе. Проект торгового центра на проспекте Королева. Проект спортивного комплекса в Приморском районе. Сегодня Александр Валентинович прочтет лекцию об архитектуре, отражающей его взгляды на выдающиеся памятники зодчества. Здравствуйте! Меня зовут Пономарев Александр Валентинович. Как меня уже представили, я являюсь преподавателем кафедры истории и теории архитектуры Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета. Сегодня я хотел бы поговорить о уникальных архитектурных памятников нашей истории. И одним из этих памятников является музей Соломона Гугенхайма в Соединенных Штатах Америки, в Нью-Йорке. В 1959 году на Пятой Авеню в этом городе, в Соединенных Штатах Америки, появилось здание, уникальное здание, которое предвосхитило будущее развитие зданий именно этой типологии, музейных зданий. К этим зданиям в потом последствии можно отнести здание музея в Бильбао, которое тоже финансируется из фонда Соломона Гугенхайма. Здание в Абу-Даби, это Объединенные Арабские Эмираты. Но прежде чем рассказать немножечко о самом объекте, о здании в Нью-Йорке, музея Гугенхайма, я считаю необходимым рассказать вообще историю возникновения этого фонда Соломона Гугенхайма. Соломон Гугенхайм – это один из сыновей мейера Гугенхайма, который, мейер Гугенхайм, родился в Швейцарии в XIX веке. В 1847 году он эмигрировал в Соединенные Штаты Америки, у него была очень большая семья, в том числе 11 сыновей. И вот один из этих сыновей, Соломон Гугенхайм, он в итоге, так сказать, стал выдающим человеком и попал в историю. Соломон Гугенхайм, он закончил, получил образование тоже в Цюрике, в Швейцарии, потом приехал в Соединенные Штаты и участвовал в семейном бизнесе. К этому моменту мейер Гугенхайм, его отец, он основал в Соединенных Штатах фирму мейера Гугенхайма и сыновья. И после получения образования в Швейцарии Соломон стал помогать отцу. Там же, в Соединенных Штатах Америки, Соломон женился, его избранницей стала Ирэн Ротшильд, которая тоже отчасти о многом говорит о создании будущего фонда Соломона Гугенхайма. И уже в более зрелые годы Соломон Гугенхайм увлекся коллекционированием произведений искусства, в основном живописи. В 1925 году Соломон Гугенхайм, у него произошла знаковая встреча. Он познакомился с художницей, это произошло в Германии, он познакомился с художницей Хильдой фон Ребай. Полное имя ее звучит так. Хильгельгард Анна Августа Элизабет Ребай фон Эренвизн. Красивое имя, согласитесь. В чем знаковость этой встречи с Хильдой? В том, что она познакомила его с абстракционизмом, с авангардными художниками. В этот момент, в момент знакомства Соломона Гугенхайма с Хильдой, у нее был роман с немецким художником Рудольфом Бауэром. Рудольф Бауэр, он в Берлине основал выставку, такое течение называлось она «Империя духа». Он был абстракционизмом, как художник, и был последователем такого течения в искусстве, как я уже сказал, абстракционизм, и был знаком, ему очень нравилось искусство, Василия Кандинского. Они были знакомы. И вот с этим искусством Хильда фон Ребай познакомила Соломона Гугенхайма. И после этого знакомства, после того, как она ввела его в среду этих художников, он стал в дальнейшем коллекционировать произведение искусства именно авангардного, абстрактного направления. Вот, пожалуйста, здесь представлена фотография, где вы видите Соломона Гугенхайма, сидящего на кресле. За его спиной вы видите картину кисти художника Василия Кандинского. А чуть левее перед вами представлена фотография, где он стоит, рядом с ним стоит Хильда фон Ребай. И вы видите дальше это художник Василий Кандинский с супругой. И начиная коллекционировать произведения искусства подобных художников, в составе которых вошло ни много ни мало, а 150 произведений именно самого Василия Кандинского, он собрал приличную коллекцию. Он стал ее выставлять. Эта коллекция в первоначальном виде, она выставлялась в апартаментах знаменитого отеля «Плаза», который тоже находился у Центрального парка на Манхэттене. Но со временем коллекция росла, и для нее надо было искать помещение. В мае 1939 года Соломон Гугенхайм открыл музей абстрактного искусства, который назывался «Museum of Non-Object Painting». Причем надо сказать, что в это время, в эти годы, Соломон Гугенхайм был уже совсем не молод. Ему было 78 лет. Но коллекция продолжала все время увеличиваться, и в итоге им было принято решение, что необходимо строить свое собственное здание собственного музея для этой коллекции. И для этого Хильда фон Ребай, она к этому времени стала непосредственным советником Соломона Гугенхайма по приобретению произведений искусства, она обратилась к американскому архитектору Фрэнку Ллойду Райту. Надо сказать, что в это время Райт был уже таким архитектурным гуру. Это был общепризнанный архитектурный мастер, завоевавший большой авторитет не только в Соединенных Штатах, но уже и в Европе. Но надо сказать, что поначалу Райт отказался от этого заказа. Почему отказался? Дело в том, что Фрэнк Ллойд Райт, он в основном был архитектор жилых, загородных домов, вилл. Надо сказать, что из таких наиболее общепризнанных объектов это такой общеизвестный дом, дом над водопадом, который был построен в 1936-1939 годах прошлого столетия. Небольшое количество общественных зданий и сооружений, в числе которых можно сказать, вот такой объект штаб-квартира компании Джонсонс в небольшом городе Рассини, штат Висконсин. Но даже эти объекты говорили о самой концепции Райта. Он был предвестником и организатором так называемой органической архитектуры. Это пространство, которое переливается из дома наружу и наоборот. В основном он предлагал организовывать открытые пространства, в том числе даже в загородных виллах. И поэтому он не очень любил строить какие-то объекты в городах. Но он со временем все-таки согласился, через какое-то время он согласился принимать участие в этом проекте, быть архитектором, сделать проект, но с определенными условиями. И одно из этих условий это в том, что здание должно быть построено тоже в районе Центрального парка в Виссайде в Соединенных Штатах Америки, где-то недалеко от здания Метрополитен-музей. Надо сказать, что Райт, как такой современный авангардийский архитектор, вы видите по его постройкам, он с некоторым трудом воспринимал такую, скажем так, неоклассическую архитектуру, в стиле которой был построен здание Метрополитен-музей. По словам самого Райта, этот музей выглядит как дряхлый сарай. И вот когда Хелена фон Рибай, в основном она, нашла, так сказать, подыскала участок, этот участок оказался буквально в 200 метрах северней от комплекса Метрополитен-музей. И когда этот участок одобрил Соломон Гугенхейм, и об этом рассказали Райту, то он ликовал. По его словам, теперь он мог построить в центре Манхэттена что-то своё. Участок был выкуплен и началось проектирование. Надо сказать, что за время работы над проектом Райд создал порядка 700 эскизов. Огромное количество эскизов. Только официально считается, только проектов он сделал, официальных проектов, порядка пяти штук по проекту этого музея Соломона Гугенхайма. В качестве, наверное, можно сказать, в качестве основы для объёмно-планировочных решений, для формы этого музея послужил, наверное, проект Планетария. Это проект самого же тоже Райта, который был выполнен в 1924 году на горе Шугарлофт. Это переводится как «Сахарная голова» в Мэриленде. Вот вы можете видеть это на вот этой картиночке. Обратите внимание, что здесь проект представлен в виде такого зеккурата, башни, выполненной в такой спиральной форме, но только единственное, что уступчатость идёт у нас кверху. И один из первых эскизов Фрэнка Лоярда Райда, обратите внимание, вот уже на этом участке, выглядит вот таким образом, где здание музея представлено в виде вот такого зеккурата. Пусть вас не смущает красный цвет этого предложения, этого эскиза. Дело в том, что Фрэнк Лоид Райт, он, это была как бы вот его такая теория, он считал, что красный цвет – это цвет творения. Поэтому он старался, чтобы его работа по возможности, если против этого не возникал, не был против заказчик этой работы, то в нём доминировал красный цвет. Но в данном случае, в данном случае, эта цветовая гамма не нашла своего, так сказать, подтверждения, как у самой Хелены, так и у Соломона Гуинхайма. И поэтому музей потом впоследствии просто был белого цвета, выглядел в белом цвете. Следующие эскизы, вы видите, здесь уже представлено в виде некой такой ракушки, развивающейся по спирали. Можно представить это в виде такого торнадо. И вот на этом эскизе Райт как бы остановил свои поиски и началась уже конкретная работа над архитектурным проектом. Проект впоследствии мыслился в выполнении самого здания из монолитного железобетона. Его пластика, с точки зрения Райта, максимально соответствовала данному проектному решению, что здание музея представляется в виде восходящих спиралевидных пандусов. Вот на этой фотографии видно макет, который был в начале 40-х годов, представлен заказчику. Вы видите здесь на фотографии, Райт представляет свой макет Соломону Гугенхайму и Хильде фон Рибай. Если говорить непосредственно о самом проекте, что из себя представляет это здание? На участке, размерами 60 на 40 метров, участок, в общем-то, очень небольшой, здание выполнено в виде двух атриумных пространств. Это большой атриум, который вы можете видеть здесь, на этом рисунке, развивающийся вертикально, как я уже говорил, по принципу такой спирали торнадо. Внутри атриумное пространство и малый атриум, который находится вот здесь. Его впоследствии Райт называл линкором вот здесь. В чем новизна этого проекта и для Райта, и, в общем-то, для всего мира? Тем, что здесь была предложена новая выставочная функция, как музея. Посетителю предлагалось войти на первом этаже в вестибюль здания, потом на лифте подняться на самый верхний уровень и, начиная осматривать экспозицию, представленную музею, двигаясь по спиралям вокруг атриума вниз. Тем самым сам посетитель, находясь вот на этих спиралеобразных пандусах, он мог наблюдать не только произведение искусства, которое вывешивалось непосредственно на стенах этого пандуса, но и смотреть на противоположную сторону в самом пандусе и видеть картины с другой стороны. Это, в общем-то, довольно-таки интересное такое решение. Почему? Потому что, когда человек рассматривает произведение искусства на определенном состоянии, у него, от него складывается одно впечатление. Если он рассматривает какое-то скульптурное изображение или какую-то картину, которая находится уже на каком-то удалении, то у него даже возникает иногда подчас другое впечатление от этого произведения. Вот в данном случае в решении проекта, решении этого здания была заложена данная концепция. Особо надо отметить в проекте и в построенном здании решение освещения экспозиции, представленных здесь в произведении искусства. Первое. Естественный свет решался за счет организации светового купола. Он виден вот здесь, он находится вот здесь наверху. Более того, боковое освещение решалось за счет вот таких световых проемов, которые решались очень своеобразно. Прямой свет отсутствовал, там были предусмотрены специально тонированное стекло, которое, так сказать, не позволяло прямому свету. Свет был очень рассеянный. И в то же время там происходило размещение светильников, искусственного освещения. Поэтому в вечернее время внутреннее пространство и отчасти внешнее освещало за счет вот этих встроенных светильников. Прошу обратить внимание, вот на этой фотографии представлена фотография внешнего вида главного атриума. А на следующей фотографии, прошу прощения, вот на этой фотографии, вы видите, что когда включен искусственный свет в вечернее время, то происходит подчеркивание пластики вот этих спиралей за счет внутреннего освещения. Сквозь вот эти вот проемы, оформленные, да, с освещением, идет свет. Возникает очень красивая скульптурная такая подсветка этого здания, что, в общем-то, впервые прозвучало на подобных сооружениях. Дальше мы можем с вами смотреть организацию внутреннего пространства. Пожалуйста. Как я уже сказал, что посетители, попадая на первый этаж, они поднимаются наверх и потом по спирали опускаются, по этим пандусам они опускаются на первый уровень. Надо сказать, что, как я уже говорил раньше, прошу прощения, в качестве основы этого проекта прозвучал проект Планетария в штате Мэрилен. Но непосредственно сам пандус, вот существует такая гипотеза, что в основу организации подобного движения людей сверху по наклонному пандусу в качестве аналога могла прозвучать знаменитая лестница Браманте в музее Пео Клементино в Ватикане, которая была построена итальянским архитектором Джузеппо Мона. В 1932 году она была очень организована своеобразно. Это были две спирали, которые спускались вниз, причем были решены в виде молекулы ДНК. Одна над другой была сделана. Это было связано с тем, что большое количество потоков, чтобы они не пересекались, то потоки людей были разнесены. Одни посетители поднимались по лестнице наверх, и другие по такой же спирали, которая проходила под ней, опускались вниз. Вот может быть, может быть, отчасти данное решение где-то подтолкнуло Фрэнка Ллойда Райта к решению данной спирали, к ее применению в музее Гугенхайма в Соединенных Штатах, в Нью-Йорке. Надо сказать, что это решение, оно не первоначальное. Мы с вами, в данном случае на фотографии, видим то же самое с нижней части, с нижнего уровня лестницы в Ватикане, верхнюю часть, где находится световой купол. А прообразом, наверное, может быть, даже прозвучала здесь знаменитая оригинальная лестница Браманта, Доната Браманта, которая была спроектирована в 1505 году по заказу Папы Юлия Понтифика, Великого Понтифика, Папы Римского Юлия II, для связи этажей в музее Пио-Клементино. В отличие от более последней лестницы итальянского архитектора, это была лестница чистый пандус, которая вела вниз. Причем она также была выполнена в виде двух спиралей, по примеру молекулы ДНК. Также хочу отметить, что, тем не менее, данная конструкция, организация подобного атриума со спиралевидными такими вот спусками, они в какой-то степени предосхитили будущее развития подобных музейных пространств. Почему? Потому что со временем, со временем, очень многие скульптуры подвешивались на специальных тросах вот в этих пространствах, и они при организации подобной экспозиции, они звучали совершенно по-новому. Очень оригинально. И вот здесь, скажем так, организация подобного пространства у Фрэнка Ллойда Райта, оно выглядело очень таким новаторским, современным решением. Музей Гогенхайма, он стал первым в мире архитектурным объектом, где вот подобная спиралевидная форма была воспроизведена в таком крупном, большом масштабе. Райта воспользовался скульптурной возможности именно железобетона и довел технологию до предела. Чтобы сделать огромные формы для отливки бетона и достичь необходимого эффекта, нужно было применить специальные инженерные изобретения. И вот для этого Фрэнк Ллойд Райт привлек чешского инженера-строителя Ярослава Йозефа поливку для решения вот этих конструктивных особенностей. И с этим поливка прекрасно справился, спроектировав вот этот вот пандус спиралевидный без колонн по периметру. Там роль колонн играли только вот эти перегородки, скажем так, монолитные железобетоны, которые в то же время играли пространством, местом для размещения произведений искусства. Также надо сказать, что в отличие от каких-либо других проектов, которые обычно проектировались Райтом довольно-таки быстрое время, вы, наверное, обратили внимание, что те же самые коттеджи и здания штаб-квартиры фирмы Филипп Джонсон, они были выполнены в 1936-1939 годах на довольно-таки быстрое время. Сам же проект и возведение здания с музея Соломона Гугенхайма, они затянулись на довольно-таки значимое, значительное время. Сам проект был практически готов уже в 1943 году. Но приступить к работам на строительной площадке смогли только в 1956 году. С чем это было связано? Ну, первое. Вторая мировая война, которая длилась с 1939 по 1945 год. Несмотря на то, что на территории Соединенных Штатов не велись никакие боевые действия, но тем не менее, на время Второй мировой войны какие-либо крупные строительные работы были прекращены. Но даже и не это самое главное. А торможение в строительстве и в проектировании, оно было связано с тем, что планы, вот эти вот планы Райта по строительству этого здания, по его проекту, были настолько грандиозными, что, первое, они отпугнули в какой-то степени администрацию города, которая, в общем-то, курировала вопрос, связанный с строительством подобного здания на территории Нью-Йорка. Более того, вот эти вот новаторские решения конструктивные в применении железобетона в данных конструкциях, они отпугнули даже ряд подрядчиков, которые посчитали, что гениальный архитектор от старости сошел с ума, забыл о реальности и физике, забыл, как надо строить. Но тем не менее, все это было преодолено. Но если даже посмотреть, вот здесь перед вами представлена фотография начала строительных работ, буквально вот первые стадии, еще недостроенные здания. Если посмотреть на фотографию 60-х годов, на которых представлено уже построенное здание, вы видите, как оно активно, активно, своей формой, своей пластикой, активно выделяется по соседству с теми зданиями, стилистика которых очень разительно отличается от спроектированного, построенного здания музея Гогенхайма. Вот это все вызывало массу споров и вопросов. В архивах фонда сохранилось огромное количество статей из газет, в которых подробно освещается баталия архитектора с обществом, выступавшим против вот якобы уродованию классических форм здания. Идеологические войны по поводу внешнего вида здания велись райтом, причем не только с администрацией, но и со всем директоратом музея. Надо сказать, что в 1953 году Джеймс Джонсон Суэми сменил Хильду фон Рейдай на посту директора фонда Гогенхайма. В 1953 году уже не был в живых сам Соломон Гогенхайм, сам как бы основатель этого фонда. Так вот, Джеймс Суини с 1953 года руководил строительством здания музея и до момента его ведения эксплуатации, до момента открытия в 1959 году. И у него образовались, сложились, я бы даже сказал, враждебные отношения с Фрэнком Ллойдом Райтом, особенно в отношении освещения здания. Он никак не воспринимал вот это вот, те предложения, которые принес Райт. В 1956 году, за три года до окончания строительства, появилась дополнительная подводная мина, так сказать, открытое письмо 20 современных американских художников, которые составляли обширную часть коллекции, причем эти же, как я сказал уже, эти художники, их произведения составляли обширную часть коллекции. И они выступали против строительства подобного здания, полагая, что само здание своей пластикой необычайной, что оно затмит, что первым, затмит их произведение, что первым делом люди будут обращать внимание на архитектуру зданий, а не на произведения, которые экспонируются там. И тем не менее, 21 октября 1959 года состоялось открытие музея Соломона Гугенхайма. Уже прошло 10 лет, в 1949 году Соломон Гугенхайм умер. Прошло полгода с момента смерти главного архитектора, инициатора этого проекта Фрэнка Ллойда Райда. Он умер в 1959 году, но в начале, за полгода, за 6 месяцев до открытия этого музея. Так и не дожил. Если бы он присутствовал на открытии, был жив, то он бы, наверное, знал, что на официальный прием в честь открытия музея фонда администрация этого фонда пригласила официальных лиц буквально со всего мира. Заручились поддержкой тогдашнего президента Соединенных Штатов Америки Эйзенхауэра. Были представители, был на выставке, был мэр города Нью-Йорка, даже были представители организации объединенных наций в Соединенных Штатах Америки. И вот эта вот первая выставка, открытие продемонстрировала огромный диапазон коллекции фонда была выставлена. Причем, как я опять-таки говорю, что на этой выставке присутствовали те же работы, те же самые архитекторы, которые первоначально выступали против строительства этого здания и размещения в нем своих коллекций. Вот на этой фотографии вы можете видеть внешний вид фотографий с птичьего полета, как выглядело здание музея Гугенхайма с момента его открытия до 92-го года. В 92-м году произошла реконструкция, небольшая реконструкция самого здания, а самое главное, к зданию было пристроено дополнительный объем в связи с тем, что коллекция постоянно пополнялась. Вот вы можете видеть на этой фотографии вот этот объем, который был здесь дополнительно пристроен. Причем, надо сказать, что данное здание было отчасти заложено в самом проекте, первоначальном проекте Райта, проекте этого музея, но оно было несколько меньших габаритов, меньше по объему, но потребности в размещении дополнительного количества произведения искусства, уже разросшейся, выставки Сламона Гугенхайма, она потребовала это. И также в этом здании были размещены дополнительные офисные помещения. Заканчивая свой рассказ про музей Сламона Гугенхайма в Средневно-статах Америки, я хочу сказать, что явившись, скажем так, первым зданием этого фонда, первым музейным зданием фонда Соломона Гугенхайма, архитектурное объемно-планировочное решение этого первого музея, оно дало толчок для развития последующих, последующих очень интересных, экстравагантных зданий музеев Соломона Гугенхайма, но только в других странах мира. Вот, пожалуйста, вы можете видеть здесь музей, знаменитый музей в Бильбао, Испании, да, посмотрите, пожалуйста, 97-й год, какая интересная форма, спроектирована архитектором Фрэнком Гэри, Фрэнк Гэри, причем очень интересно и своеобразно то, что даже по имени архитектора, да, первое здание спроектировал Фрэнк Ллойд Райт, и вот эти здания музей Бильбао, Фрэнк Гэри, и в 2011 году началось строительство тоже автором является Фрэнк Гэри, музей Гугенхайма в Объединенных Арабских Эмиратах в городе Абудаби. Вы видите, да, по скульптурности этих объектов, насколько разительно они отличаются от такой сложившейся современной архитектуры. Спасибо вам большое за внимание. Продолжение следует...